Современные женщины сетуют, что мужчины перестали знакомиться, уделять внимание, подходить спонтанно в общественном транспорте, на улице, в переходе, где угодно, и прекратили эту деятельность, соответственно, ну вот сейчас по статистике, я даже не знаю этой статистики и так интуитивно, мне кажется, из сотен из Наверное, трех мужчин, только один может подойти и познакомиться вот так вот на улице с абсолютно незнакомой женщиной, женщины сетуют, женщинам это не нравится, им мало уделяют внимания А что же мужчины? У мужчин точка зрения другая, а зачем? Зачем тратить силы, нервную энергию, ведь подойти к незнакомому человеку, как правило, непросто, это волнительно Зачем это делать, если, как правило, все равно это заканчивается отказом и часто невежливым отказом, а остается неприятный такой осадок, что тобой пренебрегают просто в открытую, а иногда просто агрессивная реакция и прочее Мужчины говорят, а зачем это делать? И получается странный парадокс, что одни хотят, вроде бы не против, другие не хотят, хотя, казалось бы, стоило бы это делать, раз те хотят первые В чем же дело? Дело в том, что путается здесь причина и следствие, и немножечко возникает путаница в том, для чего каждому из нас, то есть и мужчинам, и женщинам это нужно Для женщины подход десятков и сотен претендентов за сезон, это, безусловно, выгодная штука Это не только бустит ЧСВ, так как вот отмечается некоторыми авторами, то есть, говоря нормальным языком, не только повышает ее значимость в собственных глазах Но и создает определенный поток, что значительно важнее для репродуктивной функции Поток претендентов, и я думаю, что к симпатичной девушке, привлекательной, а уж тем более, если она очень привлекательная Их, конечно, тоже немного, но все-таки За сезон может подходить десятки, а то и сотни соискателей И в результате у нее появляется такой вот конвейер Конвейер претендентов, где она может что-то выбрать А вот выберет или нет, это уже другой вопрос Может быть, ей никто все-таки и так и не понравится Она будет ждать еще лучше чего-то Что же для мужчины какая картина? Для мужчины картина такая Он-то в одном лице для себя самого существует И вот он подходит, и с той самой вероятностью Один процент из ста он получает успех, да? Ну, примерно, допустим, так получается Может быть, повыше, может, побольше этот процент Может быть, три, пять, десять Но неважно, чаще всего следует отказ Я помню фильм, где находится Нафилет знаменитый Где автор, вернее, герой Панкратова Черного Помните, объясняет своему брату Которого играет Меньшов Что статистика примерно 50 на 50 То есть вот какая-то познакомилась, дала телефон Какая-то отказала Я думаю, что сегодня, сейчас для большинства мужчин Статистика совершенно другая Причем в худшую сторону, ну, неважно И что же получается? Учитывая вот эти реалии, вот эти причины и заинтересованность То есть женщина имеет Если мужчина подходит и знакомится в разных там общественных местах Она имеет конвейер претендентов Что ей выгодно, безусловно И параллельно она повышает свою значимость И дело даже не в том, что она ее повышает за счет отказов Она повышает за счет количества мужчин, заинтересованных в ней А отказ это как бы дело техники Потому что она в этом мужчине, в большинстве этих мужчин не заинтересована И обратная ситуация для мужчины Потому что он статистически, скорее всего, столкнется с этим самым отказом Потому что не войдет в те 10, а может быть и меньше 3-5% очень привлекательных мужчин Которые, скорее всего, будут иметь успех у многих женщин При попытке познакомиться с ними Таким образом, таким образом Мужчина рассчитывает, что она выберет его И в этом случае он хочет подходить А женщина хочет, чтобы у нее был выбор Вот поэтому возникает дисгармония и непонимание У нее должен быть свой выбор А ему кажется, что ее выбор должен выпасть на него Понимаете? На самом деле это не так Что здесь можно сделать? Я рассуждаю с позицией мужчин прежде всего Потом, наверное, какую-то рекомендацию посмею дать и женщинам Мужчина может попытаться войти в те 10, 3 или 5% Я не знаю Кстати, пишите в комментариях Как вы думаете, какое количество мужчин действительно привлекательны Может попытаться войти И тогда его знакомства станут эффективными И он не будет задаваться вопросом А стоит ли тратить на это время, нервную энергию Для него это будет эффективно Не каждый подход, кем бы он ни был Даже Ален Делоном Не каждый подход Но довольно большой процент успеха у него будет Для этого ему, по моему убеждению Сегодня нужно прежде всего поработать со своей внешностью и языком тела Он должен быть хорошо одет Он должен хорошо выглядеть И он должен быть уверенным Ну, банальные вещи, банальные вещи Я не буду вдаваться, потому что тема обширная И если вы хотите, вы это все увидите, узнаете, прочитаете и найдете И самое интересное Практически любой сегодня Практически любой мужчина Может себя улучшить до приемлемых показателей Потому что существуют и тренажерные залы Существуют и врачи соответствующие То есть, я имею в виду Ну, если уж это очень надо То это те же самые косметологи И даже пластические хирурги и прочее Можно похудеть, можно приодеться Для этого не нужны миллионы, огромные деньги Не нужно просто стильно одеться По фигуре, по сезону Просто причесаться, просто умыться Ну и так далее Потому что многие мужчины, к сожалению Есть такое дело Я это, ну, вот так глядя просто на очень многих мужчин Я понимаю, что в таком состоянии подходить знакомиться Ну, честно говоря, ну не стоит Правда, не стоит Потому что это будет неэффективно Впрочем, опять же, харизма, уверенность Определенное поведение Могут компенсировать недостатки внешности Поэтому простор для роста у мужчин есть И очень большой для каждого Я повторяю, вообще без исключения Независимо от роста, веса Каждый может улучшиться очень сильно И стать значительно привлекательным В моменте Что касается женщин Наверное, глупо им рекомендовать Более радушно и радостно встречать мужчин Подходящих к ним знакомиться Но во всяком случае Вот, когда идешь и встречаешь вереницу таких лиц В стиле «не влезай, убьет» Конечно, подходить, знакомиться Открывать коммуникацию Ну, просто не очень интересно И просто страшно Поэтому, девушки Если вы тоже заинтересованы в том, чтобы к вам побольше мужчин Обращалось, подходило Знакомились с вами Ну, будьте повежливее И даже если поприветливее Это касается и выражения лица И тех слов, которые вы говорите Ну, кстати, очень многие девушки Видимо, редко сталкиваются со знакомствами уличными А сегодня в наши дни тем более Почему? Потому что они просто теряются Они просто теряются, замыкаются Им страшно И в этом нет ничего удивительного Это действительно волнительный процесс для обоих Поэтому, поэтому Сегодня вот такое несовпадение Верхи не могут, низы не хотят Понимаете? Ну, это или наоборот Как это там было у классика То есть, одни хотели бы Но реагируют не очень Другие не хотят Но в душе вообще хотели бы, конечно Но не видят в этом смысла Вот такая фигня получается Пишите, что вы думаете по этому поводу Ваши комментарии Ставьте лайк видео Увидимся в других видео Кстати, подпишитесь, пожалуйста, на телеграм-канал Который я укажу ниже под видео Пока